Матфея 7 главу Нагорную проповедь Но я хочу немного вернуться назад и напомнить всем, что вопрос выбора пути, сложного или легкого, является центральным для всех аспектов нашей жизни. Этот выбор связан с финансовой сферой жизни, как нам жить и на что тратить деньги. Если мы выбираем легкий путь, то вначале нам будет легко, но в конце нам будет тяжело. А если в конце нам будет тяжело, то какая в этом польза? Нет никакой пользы. И сейчас мы подошли к 15 стиху, где написано «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Дамы и господа, эта заповедь очень важна и актуальна сегодня для верующих в Ишуо. Сегодня мы переживаем кризис нехватки апостолов и служителей. Каждая мелочь хочет стать апостолом. Все вдруг стали апостолами. Есть даже места, где некоторые называют себя патриархами. Между верующими протестантами, рожденными свыше и наполненными Святым Духом, эта тема очень актуальна. Каждый провозглашает себя апостолом, посланником, патриархом. И нет для этого никакой базы ни в Писаниях, ни в реальности, ни в Духе, ни в плоти. Заповедь, которую дал нам Ишуо, это «Беречься и хранить себя от лжепророков». И у нас есть прекрасный пример в Откровении Иоанна, во второй главе, где Ишуо говорит эфистской общине, что они молодцы, и он хвалит их за то, что они проверили, кто на самом деле является апостолами, а кто пророками, и обнаружили тех, которые лгут. Проверять подобные вещи — это заповедь. Апостол Павел пишет в Первом Послании Фессалоникийцам, 5 главе, 20 стихе. «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Нам нужно проверять. Мы не должны верить всякому, кто приходит и заявляет, что он апостол, пастор, посланник, пророк и так далее. Даже в дни самого Ишуо, когда настоящие апостолы ходили по этой земле, Ишуо говорил своим ученикам «Беречься и опасаться беречь себя от лжепророков», потому что всегда существует больше лжепророков, чем истинных пророков. Всегда мало, очень мало истинных пророков, зато очень много лжепророков. 450 лжепророков питались из Салаи, Изавели и Ахава, и только один пророк Илия противостал 450 лжепророкам. Нам нужно уметь отличать лжепророков от истинных пророков. В Таре, в 13 главе, в книге «Второзаконие» есть принципы развлечения. Даже если придет кто-то и покажет чудеса и знамения, и даже если будет говорить «это то и это исполнится», это еще не значит, что он истинный пророк. Если он не будет учить тому, что есть только один Бог, Бог Авраама, Ицхака и Иакова, если он не будет учить тому, что есть одно тело, один Машиаха, один Дух и одна молитва, и если он не будет приумножать любовь и единство в теле Машиаха, и если он будет проявлять дела плоти, описанное в послании Галатам, 5 главе, где сказано, что таковы Царства Божьего не наследуют, то он не истинный пророк. Это очень серьезные вещи, поэтому крайне важно понять учение Ешуа на эту тему. Он заповедовал нам хранить себя и проверять, кто есть истинные, а кто ложные пророки. Проверять — это заповедь. Хранить себя — это тоже заповедь. И потом в 16 стихе он говорит, как мы узнаем их, как нам узнать, кто есть истинный пророк, а кто уже пророк, по плодам их собирают листерновико виноград или срепейника смоквы. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды, доброе, а худое дерево приносит плоды худые. Это не так сложно, узнать их можно по плодам, но проблема, которая есть у нас сегодня, это решить, как различить плоды. Существует большая путаница в западном мире относительно различия плодов. В Новом Завете у нас есть несколько учений Ешо и учений апостолов относительно плодов. Прежде всего, апостол Павел учит нас тому, каковы есть истинные плоды Духа. Есть плоды. Поэтому, если приходит человек и говорит, я пророк, я посланник, я апостол, я патриарх, я такой-то, такой-то, но у него нет плодов, ни духовных плодов, ни значительных плодов для Царства Небесного. Он не приводил людей к вере. Он не благословляет бедных, не заботится о несчастных, он не кормит голодных, не заботится о сиротах, не заботится о вдовах. Тогда где его плоды? Тогда что вы видите? Что человек обогатился. Он телеевангелист. Он вдруг стал богатым и построил себе дворец, купил себе машину Роллс-Ройс и носит на руке золотые часы за 120-200 тысяч долларов. И он ходит туда-сюда и чем-то занимается. Вы думаете, это и есть плоды Царства Божьего? Нет, господа. Это не те плоды, которые ищет Бог. Ешо учил в Евангелии от Иоанна, я думаю, в главе 15-й, о том, что если дерево не приносит доброго плода, его срубают и бросают в огонь. Я не говорю это от себя, это слова Ешо. И да, это тяжелые вещи. Здесь нет много благодати. В словах Ешо в его учении нет много места для благодати. Приходит человек и говорит, что он пророк или апостол, а у него нет добрых плодов, только плохие плоды. Он жесток, он ссорится с людьми, он крадет деньги у церкви. Даже если он очень известный и популярный, и даже если у него собственная телевизионная программа, это не делает из него апостола или пророка. Нужно приносить добрые плоды. А добрые плоды — это добрые дела. Не только для себя и для своей семьи, но также для бедных и угнетенных, для окружающего мира, для Царства Небесного. Нужно, чтобы были добрые плоды. Я еще раз говорю, это очень тяжелые вещи, потому что кто хочет быть негативным? Кто хочет быть отрицательным? Никто не хочет быть отрицательным. Все мы хотим быть позитивными и говорить о благодати, любви, милости, мире, дружбе. Да, это то, чего мы хотим, но правда состоит в том, что иногда нужно уметь быть острыми, иногда нам нужно уметь быть жесткими, потому что Иешуа учит нас остерегаться этих лжепророков, которые приходят к нам в овечьей шкуре, но внутри они хищные волки. И как их распознать? По их плодам. Поэтому нам нужно не судить, имеется в виду не осуждать и выносить приговор. Это мы не можем делать, как мы учили в предыдущих стихах, но проверять плоды людей — это наша обязанность. Мы не выносим им приговор. Я не говорю, пойдут ли они в ад или в рай. Мы не говорим, что они преступники, но мы просим их показать нам плоды. А то, что происходит сегодня во многих кругах верующих, то, что по старанию говорят показать плоды, а говорят, покажи мне деньги, покажи мне деньги. Потому что большая часть служения Господу сегодня в западном мире связана с деньгами. Но деньги — это не плод. Это не плод Духа, и это не плод Царства Небесного. Если пастор богатый и еще больше обогащается, это, скорее всего, не очень хороший знак. Это знак, скорее отрицательный, чем положительный. Здесь говорится, что хорошее дерево не может приносить плохие плоды, не может терновник приносить виноград, и с репейника не собирают смоквы. Это Писание. В Мишне написано, что каждое дерево даст свой плод. Если плод плохой, то и дерево плохое. Это связано со многими сферами нашей жизни в жизни верующих. Нам нужно относиться к этому со всей серьезностью. Плохое дерево не может приносить хороший плод, а хорошее дерево всегда будет приносить хороший плод. Если это не так, то есть проблема. Да, что поделать? Это слова Ешо. Не мои. И нам нужно отнестись к ним с огромной серьезностью. Потому что, в конце концов, тот, кто будет нас судить, это сам Господь Бог. Согласно откровению Иоанна, сам Ешо будет сидеть на престоле славы и производить суд. И если это Его принцип, согласно которому Он будет нас судить, то нам стоит отнестись к этому со всей серьезностью. С намного большей серьезностью, чем к словам пасторов, которые превозносят и возвышают себя, которые обогащают себя и не приносят никакого доброго плода, кроме красивых и милых разговоров, которые никогда никого не могут обидеть или раскритиковать. Таков их единственный плод. Но это не плоды, о которых говорит Новый Завет, Евангелие или сам Ешо. И вот мы подошли к тому, что еврейская литература говорит на эту тему. Тут есть огромное количество материала. Даже невозможно начать говорить об этих вещах без того, чтобы углубиться в это учение. Но из-за того, что наши уроки не очень глубокие, то и мы не сможем углубиться сегодня в учении раввинов. Но я хочу сказать вам, что эта идея очень еврейская. Слова Ешо очень подходят его поколению. Они подходят поколению раввинов и учителей, которые были современниками Ешо. И они очень актуальны для того времени, в котором он рос и жил. Потому что всегда было очень много людей, которые были лжепророками и лжемессиями, которые существовали в то время, согласно деяниям апостолов в пятой главе, где мы учим о неком Иуде, который пришел из Египта, и Тадий, который пришел из Галилеи, и которые ходили в то время и говорили, что они мессии, а в конце концов оказалось, что они лжемессии. И в еврейской истории у нас есть целая серия лжемессий, такие как Реувени или Шафте Цви или Раф Франк и многие другие, которые ездили по всему миру, утверждая, что они мессии, зарабатывали себе неплохие деньги и даже стали основателями различных движений и приобрели учеников, которые следовали за ними, но в конце концов выяснилось, что они лжемессии. И из этого не вышло ничего хорошего ни народу Израиля, ни остальному человечеству. И одно из доказательств того, что Ешо истинный Машех это то, что он единственный еврей, который положительно повлиял на весь мир. Я могу вам сказать, что даже китайские коммунисты признают тот факт, что учения Ешо, он самый Новый Завет, повлияли на них положительно. Если бы не было Ешо, Нового Завета и его притчи, и учения апостолов, то ни у кого бы не было равенства и элементарных человеческих прав. Братство, равноправие для трудящихся или прав для женщин. В Первом Послании Петра в главе 3 есть заповедь для мужа любить свою жену. А иначе Бог не ответит на его молитвы. Если я не ошибаюсь, это 7 стих. Слова Ешо иногда являются жесткими и в них не присутствует много благодати, но его слова положительно повлияли на весь мир. Они вытащили многих людей из физического и из духовного рабства. Многие получили свободу благодаря словам Ешо и его Евангелиям. Благие вести, которые Ешо подарил миру, являются основополагающими и правильными. И поэтому правило, которое мы читаем в 20 стихе «Итак, по плодам их узнаете их». Если придет человек и станет говорить «Я такой-то», то по плодам можно узнать хорошее это дерево или плохое. Если он приносит плохие плоды, он не может быть хорошим деревом. если плоды плохие, то этот человек не может быть добрым деревом, потому что доброе дерево приносит добрые плоды. Поэтому эти вещи нужно проверять. Это непросто и иногда неприятно, но наш долг проверять плоды. Не судите людей, я еще раз повторяю это, потому что здесь существует огромная разница, хотя эта разница кажется нам небольшой. Судить это выносить приговор, а проверять его плоды это совсем другое. Проверяя плоды, ты не проверяешь человека, ты проверяешь его дела, его поступки, его плоды. И если плоды нехорошие, то отдаляйтесь от таких людей. Они не могут быть добрым деревом, если они приносят плохие плоды. И нам нужно определить, что является хорошим плодом, а что нет. Поэтому истинно сказано по плодам их, узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Это действительно трудный текст. Когда мы сегодня смотрим на людей, то видим, что есть такие, которые приходят в общину, поют, прославляют, поднимают руки к небу и говорят, Отец, Отец, Аллилуйя, дают деньги на пожертвование. И такие люди считаются хорошими верующими. Такие люди считаются сильными верующими, но Ешо говорит, что не всякий говорящий Отец, Отец, Мой Бог, Мой Бог, Аллилуйя, Аллилуйя, войдет в Царство Божье. Этого недостаточно. Недостаточно прославлять, недостаточно ходить в общину, недостаточно давать деньги и десятины и подарки для общины. Этого недостаточно, господа. Что он говорит? Кто зайдет? Исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не тот, кто говорит, а тот, кто исполняет волю Небесного Отца. И здесь у меня очень много раввинистических учений, но слова Ешо достаточно ясные и достаточно прямые, и они очень подходят тому миру, в котором находился Ешо. Они актуальны для иудаизма времен Второго Храма, перед его разрушением. И мы увидим, что эта линия продолжается на протяжении всего Евангелия. И без сомнения связана со всей Нагорной проповедью. В конце концов, нас будут судить за то, что мы делали, не за то, о чем говорили. Гамма дибарну хашу. Конечно, и то, что мы говорим очень важно, особенно если мы говорим злые слова ложь. Это важно, потому что зло от слов быстро переходит к делу. Но согласно словам Ешо, те войдут в Царство Небесное, которые исполняют волю Отца Ешо. Не те, которые говорят, а те, которые делают. Это учение непопулярное, потому что все любят учить о благодати и о любви и все по благодати и ничего не нужно делать, не обязательно соблюдать заповеди Бога. Друзья, те, кто учат подобным образом, согласно словам апостола Павла, учат лжи. Да, нам необходимо уповать на благодать Бога, потому что без Его милости и благодати никто не спасется. Но нам также нужно стараться делать максимум и не только говорить и не только прославлять, но также и исполнять волю Отца Ишоа, Бога Авраама, Ицхака Иакова, который на небесах. Мы продолжим наше учение в следующем уроке, закончим седьмую главу Нагорной проповеди. Всем вам благословений и удачи! Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-defis-media.tv Присоединяйтесь Присоединяйтесь